Добрый вечер. Я очень рад очередной нашей встрече. Мы продолжаем нашу книгу «Ротучива». Сегодня у нас есть отрывок с автоматическим переводом. Будем воспринимать походы. Значит, как всегда, прочтем наш отрывок. И потом уже на Игрите, и потом по-русски. Ну что ж, начнем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. ... 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 И тем более, если она чувствует себе падение. Но если она полностью упала со своей высоты, то она теряет также чувство духовной печали. Или во всяком случае притупляет его. И из-за этого его острота уменьшается. Но печаль, отстояние на месте пронзительное проникает в глубины души. И чувство воли очень велико. Потому что душа, которая не была испорчена падением, имеет в себе живые и длительные духовные чувства. И плавит в нее печаль, состояние на месте, которое противно ее природе и всей цели ее существования полыхает в ней, как пламя, которое превратится в великое пламя любви, полное высочайшего наслаждения, когда она берет Сесир вернуться к источнику своего возвышения и крепко держаться во всякое время за стремление к тому совершенствованию. «Дабы славил тебя Господи мог бы вовеки и благодарил имя Твое вовек». Вот сейчас я сразу же подправлю перевод Псалма. Ради того, чтобы я благословлял тебя все время и не замолчал. Былой дом. И не остановился. «Дабы славил тебя вовеки и не останавливать». Почему это важно? Потому что всегда фасук, который приводит Раф, он должен в себе содержать все, что Раф нам рассказал ранее. Значит так. Но здесь в нашем отрывке есть несколько очень важных составляющих, на каждом из которых я хочу немножко остановиться. Перевод для машины вполне ничего. Но, конечно, так себе начитать можно. И понять что-то тоже можно. Итак, давайте смотреть. Естественное раскаяние, плывающее в сердце. По сути является покаянием. Исходит из печали души, которая оскорбит о том, что остановилась на одной ступени. В то время как и следовало бы постоянно подниматься все выше и выше. То есть мы имеем в виду какое-то состояние, когда вот это естественное расстание, оно как бы не что-то, чем я задумываюсь или обращаю внимание. Тогда хоть и естественное состояние души, какая-то вот такая печаль, какое-то ощущение, что что-то вот я делаю там не то, не так, неправильно может быть. Раб говорит, это может быть из-за того, что как бы душа изнутри тебе стучит. Тук-тук. Да, подает сигнал. И мы не знаем, что это за сигналы. Но вот у нас есть какие-то варианты их проверить. Один из вариантов, Раб нам говорит, из-за того, что мы остановились. А кто сказал, что мы должны постоянно двигаться? Это здесь же Раб говорит дальше, да, что естественное свойство души им постоянно продвигаться. Или наоборот. Стоять на месте – это неестественно для души. Где мы это можем видеть? Иногда. И отстояние на месте, которое противно ее природе. Итак, Раб нам рассказывает, объясняет, что природа души – это постоянно подниматься. Это нормальное состояние для души. Соответственно, получается, стоять на месте – это нормальное состояние для души. А тем более падать. Теперь здесь я хочу сделать отступление тоже очень важное. Естественное состояние души, чтобы она поднималась – это в общем. А в частном поднятие – это тоже процесс, у которого есть свои этапы. Часть этапов поднятия – это доостановка на месте. Или кажущая остановка. В другом месте Раб говорит, что у нас есть этапы. Есть этап, когда мы поднимаемся. У него есть свои плюсы и минусы. И есть следующий этап, когда мы стоим на месте. Это стояние на месте – это не просто так. Оно тоже нужно для поднятия. Мы перевариваем тот материал, который у нас был от прошлого поднятия, и готовимся к следующему. Мы не можем постоянно подниматься. У поднятия тоже есть недостатки. Какие недостатки у поднятия? Во время движения, во время поднятия человек не находится в равновесии. У него, как мы идем, мы постоянно теряем равновесие. Каждый шаг – это маленькое такое падение. Когда человек идет, его гораздо проще толкнуть, ему гораздо проще упасть. То же самое. Человек поднимается, у него нет этой устойчивости. Он, конечно, поднимается наверх, но он может также скатиться вниз, и у него нет устойчивости. У него нет уверенности в том, что он делает, правильно ли он идет, верно ли он как бы… У него такой знак вопросов, получается, и неуверенность, и неравновесие, неустойчивость, да? Но он поднимается. Это сменяется в следующем виде. Когда он стоит, то есть движения нет, но устойчивость есть. Человек уверен там, где он находится, уверен в своем месте, он уверен в своем положении, он уверен в своих воззрениях. У него есть уверенность, у него есть равновесие, устойчивость, но нет продвижения. Эти этапы, они друг друга сменяют, и они нужны. Я не могу постоянно подниматься, потому что я могу оторваться от земли, допустим. Это тоже меня может привести в нехорошую какую-то вещь. Поэтому у нас есть этапы. Поднятие, остановка, да? То есть мы бодрствуем, спим. Мы поели, мы перевариваем. У нас эти этапы должны сменяться, это нормально. И как бы новое все, что я получил, должно быть время это переварить, всосать как бы, абсорбировать. Поэтому бывают длительные этапы, и мы смотрим на себя и думаем, вот я тут стою на месте и ничего не продвигаюсь, и как плохо. А на самом-то деле это тоже часть продвижения вперед, это стояние на месте, потому что не стояние на месте, это как сон, который нам нужен для здорового продвижения. Итак, не из этого отрыва, а из другого места я привожу сейчас часть поднятия, и тогда стоять на месте. Но застрять на месте, это конечно, Ирак нам сейчас говорит больше, видимо, про застрять на месте. Значит, теперь давайте вернемся к нашему тексту и посмотрим больше. Итак, не находим себе места. Печаль, связанная вот именно с раскаянием, связанная с чувой. Тогда может быть из-за того, что душа скорбит, что остановилась. на какой-то одной ступени, вместо того, чтобы постоянно быть в процессе поднятия, как мы сказали. В то время, как я следовала бы постоянно подниматься все выше и выше. И тем более, если она чувствует в себе падение. Теперь, следующее, что нам равно говорит, это тоже важно. Но если она действительно полностью упала, то она также теряет чувство духовной печали, или во всяком случае прикрепляет его, из-за этого его острота уменьшается. Есть возможность с помощью тяжелой, кропотливой работы над собой прекратить чувствовать эту боль. Для этого нужно себе отрезать голову. То есть, человек, который так натоптался на своей душе, настолько упал уже окончательно. Ну, не знаю, нет слова окончательно, но настолько упал, что он уже совсем, несмотря на то, что он стоит на месте или он упал, он не чувствует никакой боли, да, это возможно. Когда человек себя, в общем-то, в духовном плане, как бы, почти зарезал совсем, да. То есть, уже упал очень сильно, и тогда эта боль, действительно, она притупляется и ее почти нет. Из этого состояния, конечно, тоже есть возможность подниматься. Но, как бы, то, что этой боли нет, это плохой признак, но это не для всех. Такое вот окончательное, серьезное падение, это нужно очень хорошо поработать над собой, действительно. Это, как бы, не каждый удостаивается, да, в кавычках, такой участия. Это нужно, действительно, быть очень большим знадеем, чтобы свою душу так забросить. И мы возвращаемся теперь к печали от состояния на месте для нормальной, здоровой души. В которой это печаль есть. Но печаль от состояния на месте пронзительно и проникает в глубины души. И чувство боли очень велико. Потому что душа, которая не была испорчена сильным падением, имеет в себе живые и бдительные духовные чувства. То есть, это падение, оно притупляет, как бы, жизненность, живые чувства души. Поэтому я сказал, да, не просто сказал, а отрезать себе голову. Потому что это вот спуск души, это немножко, так сказать, вот так вот. Немножко ее убить, да, отрезать в нее кусок. Как будто, да. Потому что душа, которая не была испорчена сильным падением, имеет в себе живые и бдительные духовные чувства. И пылающая печаль от состояния на месте, которая противна ее природе. Как мы сказали недавно. Природа души – это постоянно продвигаться вперед, стремиться к Богу. Не быть, не успокаиваться от того, что достигнуто. Да. Это ее неестественное состояние. Противно ее природе и всей цель ее существования. Души постоянно продвигаться вверх, вперед. Полыхает в ней, как пламя. Итак. Как рад нам уже намекнул, желание – это пламя воли. Притушить неправильно – оно чревато, это нехорошо. Это можно сделать, как Раф сказал, да. Простым методом. Хорошо потоптавшись из своей души. Вместо того, чтобы постоянно подниматься очень сильно, это один вариант. Второй вариант. Мы можем взять источник этой силы, этого пламени воли от раскаяния, да. Источник которого в том, что мы либо упали, либо остановились на месте. И это может в конце концов превратиться, которое превратится в великое пламя любви. Полное высочайшего наслаждения, когда наберется сил вернуться к истоку своего возвышения и крепко держаться за все время, во всякое время за стремление к самосовершенствованию. Итак, стремление быть лучше. Это не что-то, ради чего мне нужно себя насиловать. Это естественное стремление моей души. И в тот момент, когда у меня достаточно сил, это естественное стремление свое продвигать, это дает возможность эту вот боль, раскаяние, да, превратить в такой же силы, в большие силы пламя страстной любви, в великое пламя любви. Дабы славил тебя Господи Бог мой вовеки и не остановился, это где-то, скажем, основное, в отрывке, в посылке, как это будет по-русски? Не помню, в строчке, в этой, которую мы сейчас переводим из псалмов, да, вот этого как раз ему не хватает, это важно. В илой дом. В илой дом, это, и не замолчал буквально, в данном случае, как бы, литературно это и не остановился. Да, то есть, я буду тебя прославлять и не остановлюсь в этом прославлении. Как это относится к нашему Атрилхо? Тем, что мы будем продвигаться и не будем восстанавливаться, потому что остановка это... Это причиняет боль душе. Причиняет боль душе. Ну вот. Как-то так у меня получилось. Что вы скажете? Как вы это чувствуете? Никто не хочет ничего сказать? Ну, хорошо. Давайте попробуем. Тогда, следующее. Тогда возьмем следующую акцию. Попробуем его сейчас тоже. Позвольте у меня полную минуту сделать. Сейчас. Позвольте. 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 Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Исходит из печали души, которая оскорбит о том, что остановил... Так, секундочку, это молчила... Есть сердце, которое постоянно тревожит душевная тоска без причины и цели. Это идет от источника покаяния, потому что высшее сияние света шахин и божественного присутствия открываются в глубинах души в чрезвычайно сжатой форме. И нужно пролить на эту ядерную точку великие потоки из высшего источника знания. Тогда раскроется мир величия и слав, которые охватят всю тайну жизни. И древо жизни откроется в великолепии своих чудесных ветвей над душой. И тогда человек возвысится и осветится и в печаль превратится в радость, он утешится и возрадуется от своей скорби и прозрят очи слепых и мрака этими. Итак, мы видим, что это похожая тема на прошлое отрыва. Есть сердце, которое постоянно тревожит душевная тоска без причины и цели. Но мы это уже упоминали. Не каждый раз, не каждое сердце, в котором есть тоска без причины и цели, мы сможем объяснить таким образом. Не каждый человек, у которого есть депрессия, мы тут же знаем, в чем у него проблемы. Но есть вот такие вот случаи, есть сердце, которое постоянно тревожит душевная тоска без причины и цели. Это идет от источника покаяния. Потому что высшее сияние света шахины открывается в глубинах души в чрезвычайно сжатой форме. Итак, в каждой, в общем-то, душе есть возможность принять свет божественного присутствия. В какой-либо форме. Теперь. Но это у нас происходит в виде зерна. В виде какого-то очень концентрированного и глубоко спрятанного сгуст. Да мне достаточно какой-то естественного душевного порыва или чего-то похожего с тем, чтобы... С тем, чтобы как бы это... Эти пользовались. Это нужно развивать. Как это развивать? С помощью высшего... Нужно пролить на эту ядерную точку великие потоки из высшего источника знаний. Нам нужно не просто знание, но знание из высшего источника. Эту точку нужно горошать с тем, чтобы из нее, из этого зерна произросло что-то хорошее, полезное и так далее. Это хорошее, это знание. Тем более высшее знание, но, по крайней мере, это знание должно встретиться с этой божественной точкой шахины. И тогда раскроется мир великих, да, когда мир был на Евреции. Много цвета, величия. И она обойдет, да, в себе будет совмещать, вмещать в себе, да, охватит всю тайну жизни. Она охватит всю тайну жизни. То есть такой человек, он не воюет с жизнью. Он не сопротивляется жизнью, он не отстраняется от жизни, как отшельник. Наоборот, он сможет жить, да, охватить всю жизнь в полных ее проявлениях. Да, кстати, слово жизнь встречается очень часто. Это его, как бы, любимых, русских выражений. Она любит жизнь, любит слово жизнь. и по-простому у нас мы как бы в иудаизме это слово, вроде хорошее, но вроде мы как бы от него стараемся иногда какое-то расстояние держать. В крайности это, можно сказать, даже видно в русском языке. когда, допустим, на похоронах там, или там, про кого-то человека, что там говорят, что он любил жизнь, обычно имеются в виду такие скрабезные вещи достаточно. Имеется в виду, что-то самое, бегал за юбками, любил женщины много, но мы это скажем красиво, что он любил жизнь. Или там жил полной жизнью, все такое прочее. что так как вот жить, полной жизнью это плохо, то хорошо от жизни немножко отгородиться. Передит от такого отшельника, это правильно. Отшельничество есть ему место, как временная мера, как временная мера, тогда это нормально. как постоянный путь продвижения, как идеал категорически нет. Идеал это то, что мы сейчас видим у раба. Встречаемся с какой-то душевной болью, делаем шву, возвращаемся в радости и полной жизненных сил к жизни, к тайне жизни, охватываем все древо жизни и так далее. И такой человек, он у нас святой. нет. 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 нет, нет. может, это есть, а, может, это там, подъемте. вот. где мы здесь и прозрят очи слепых из мраха и тьмы мы заинтересованы смотреть и видеть и прозревать любить мы хотим мы хотим любить жизнь с помощью подъема и освещения но и отстранения жизни это может быть это временно давайте еще раз прочитаем нашу я извиняюсь за некоторый шум фоновой из накида помехи но это то что у нас есть сердце которое постоянно тревожит душевную таскабельщину цель и источника покаяния потому что высшее состояние света шхины открывается в глубинах души чрезвычайно сжатой формы и нужно вправить на эту ядерную точку великие потоки из высшего источника знаний это в общем-то чувак что мы даем тому зерно божественного зерно хорошего что в нас развиться это поливаем работаем с садовниками собственный тогда раскроется мир великих великого света и славы которая хватит всю тайну жизни и древо жизни откроется великолепие своих чудесных ветвей над душой за человек возвысится и осветится не наоборот правильно да раскрывается у нас жизнь по полной и тогда человек возвышается и освещается его печаль превратится в радостью на те что и возрадуют от своей скорби и прозрят очи слепых из мрака и тьмы пожалуйста кто-то что-то хочет как-то отнестись услышанному потому что мне так тяжело только самому разговаривать это мне плохо не будет так что я был бы рад если кто-то отнесся к первому нашему отрывку это второго мне так было бы конечно ни разу хорошо если нет то я будем прощаться я от всего сердца благодарю всех кто пришел я очень рад что смогла сегодня кто-то присоединиться к нам спасибо всем кто нас слушает вживую всем кто не смог я надеюсь мы сможем послушать в записи тогда всем добрый вечер до свидания до следующей встречи и конечно победы в войнах спасибо огромное спасибо до свидания до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...